Всем привет от Оксаны из Алабамы. Сегодня очередной урок английского языка. В английском языке есть слово dip. То есть, если вы заходите, например, в кафе «Мороженое», то вам могут предлагать вафельные стаканчики, которые были dip in chocolate. Шоколад были опущенные, и теперь на них шоколад застыл. Это за это отдельная цена. Когда говорят о соусах, в которых можно что-то макать, там какое-то видо мяса, называется dipping соус. Также мне нравится выражение skinny dipping. Когда я впервые его услышала, я не поняла, о чем речь. Let's go skinny dipping. Вам могут сказать, если предлагают искупаться на гишом в озере или в реке. Хотя непонятно, почему так. Потому что skinny это значит худой, а dipping это окунаться. Окунаться худым. Хотя не обязательно быть худым, чтобы окунаться где-то на гишом. А мой сосед, у которого есть кошки, и он иногда им на улице оставляет еду, сказал, что моя кошка, которая гуляет сама по себе, к нему иногда приходит, дает себя погладить и тоже кушает его еду. И он сказал, о моей кошке, she is a double-dipper. То есть в русском языке есть выражение ласковый теленок двухматок сосет, а здесь это double-dipper. То есть она, как говорится, окунается в двух местах. Двойной у нее поход. Там покушать, у нас, у кого-то еще покушать. Вот так. В английском языке есть такое слово, flip-flops, когда говорят о шлепках. Flip-flops. Но если вы, например, пришли в какое-то учреждение, скажем, в банк, и вас стал обслуживать один там менеджер банка, а потом решил перебросить вас к другому менеджеру, чтобы вы перешли на другой стол, вам скажут, we're going to flip-flop you. Мы flip-flop вам сделаем. Оригинальное, да, выражение? То есть мы поменяем вас местами. Продолжение следует...